Итак, деревянский репортаж снова введу я, Ангелина Устинова, и чтобы немножко согреться, взяла лопату тут маленькую почистила, упаднула я горько, в общем, чтобы репортеры тоже не мерзнуть. Дороги, конечно, не проторены, прямо таки сказать, настоящие зимние, вот какие следы, оп, почувствую зимушку называется, красиво, конечно, солнце выглянуло. Ой, как красиво. Работников все-то немного в этом году, маленькие ребятишки у нас только, вон еще племянничек уже с паспортом, да еще один племянничек уже доучивается. Практически в техникуме. Бог, помощь вам! Что-то не густо у вас. Вот это самый передовой отряд быстрого реагирования, вон батюшка или кто там еще идет. Да ладно, он же уехал. Очень похоже. Батюшка молодец. Не вижу. Делаем ее, эту елку говорю, горку. Горка у нас армированная, по древнерусскому, значит, технологии, не рецепту, а технологии. На армирование идет вот такая крапива. Что имеется в виду? Ну вот, видишь, она как это, армирование, то есть вот так вот, она вот попадается там где-то. А! Да, мы так все это взяли, она будет очень крепкая. Варлам там внизу. А вообще по правильному сейчас мысль пришла, с осенью надо разметить участок и просто скосить, выкосить эту крапиву, чтобы она не мешалась и все. Да. Мы всегда делаем горки, там хорошо, там расчищаем, там озеро, лед и прям так, фух, и до того берега дождяешь. Все, ничего, осенью как-то до этого и не помнишь, и руки вряд ли дойдут. Суета. Я попросил напомнить мне. Ага. Так, и вас прошу, зрители, не забудьте напомнить. Слить бочки, воду из бочек, да? Не уходите никуда, не забудьте напомнить. Так, ну-ка где, ух ты, а как же он тут оказался? Вон он точно. Ну ладно. Радость, радость для всех, и для взрослых, и для детей. Мы были маленькие, для нас взрослые делали, теперь наше время пришло для маленьких делать. Потом мы и состаримся, и может быть Богдан что-нибудь и для нас делает. Стареньких, да? Да. Ну вот, немножко уже видно, да, немножко это, как бы, очертания. Мы сейчас тут еще долго будем над ней работать. Угу. Уже столики седые, а в горке сейчас катаетесь. К нам новый, рабочий. А вы что, не уехали что ли? Нет? Нет. Да? Ну я, не уехал, не уехал. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, в России где-то, там ясочки, что ли, там где-то из-за Урала. А сказали, в коезде, так говорит, двухэтажные кровати. И вот, если тебе второй этаж, то как полезь? Так собрался, я помню, там целый консилиум, пришли там другие, бабушки там все решали. Как? Ну давай решать, что? Штаны надевать грех. Ну а если она полезет на второй-то этаж, а без штанов-то кто-нибудь это заглянет, еще больше греха, и решили, разрешили ей надеть все эти штаны. Ну надо же. Вот так же. Грех греху розни, да? Что-то морозов не будет, а то морозов не будет. Вот так вот человек. Ну это вода, понимаете, это вода родникова. Идет сверху. Смотрите, господи, сейчас там, там все под снегом везде будет. Вода. А что, почему она наверх идет? А куда она? Да она бьет родники где-то в одном месте. А куда она под лед там не может пойти? Ну через верхом туда сливается. Вот через верх она налет наливается, по краям идет. И она что характерно льется отсюда, вот с первого мостика. И этот шубинский, не какой там прорывает, там моринский. Там труба и там течет прям большим этим напором. Собирается отсюда, значит все счастливы? Да. Ну это родители родникова эта вода. Вот прикинь, она то есть бьет и бьет. То есть не дозревает вода? Ну, не-не-не, конечно. Просто что, вода идет. Интересно. Ну и морозов-то не было сильно. Ну, а что Назарий не пришел? Он за няньку. Он за няньку. Ну, бабушка уехала, мы думали бабушке оставить. А она... Подвыкнул... И все ядрит. Рыбинка. Классно-порджетную, Классно-порджетную, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так вот и нету евреев Русские работают Да, это у нас игра ДимаTorzok 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 ДимаTorzok